Марина Цветаева «Шпиль роняет храм» Есть ли у художественного произведения собственный смысл? Такой, что не был бы привнесён читателям. Смысл хрестоматийный, надёжный, классический. Откуда ему взяться в хрестоматии? Опять от читателя, если не первого, так и лучшего, того, кто понял, осветил, изложил. А если изложил, значит ли это, что к искусству неизменно представлен истолкователь? В жаркое лето и в зиму метельную, в дни ваших свадеб, торжеств, похорон, жду, чтоб спугнул мою скупу смертельную, лёгкий, доселе неслышанный звон. Вот он возник, и с холодным вниманием жду, чтоб понять, закрепить и убить. И перед зорким моим ожиданием тянет он еле приметную нить. Сложно построенный смысл стихотворения не то, чтобы нуждается в истолковании, не обходится без него. Отправная точка интерпретации художественного текста в том, что смысл существует исключительно в понимании, и нигде за пределами понимания «моего», «твоего», «нашего» его не найти. Продиктованный хрестоматийный смысл убивает произведение, ибо живое слово канонизируется в омертвелой форме предзаданного понимания. А читателю необходимо самому услышать его, как звучит рифма, набирает силу метр, почувствует свой ритм, силу и страсть, полную оторвенность темени от плеч. Именно этот заглушенный и юный напев, затаенный тиши художественного текста, способен затронуть усыпленные жизнью струны, напряженные как арфа души, собеседника. И если струны одной души оказываются созвучны струнам другой, мы едины в своем понимании, наши истолкования совпадают, произведение обретает собственный смысл. Глятся часы мировое несущее, Ширятся звуки движения и свет, Прошлое страстно глядится в грядущее, Нет настоящего, жалкого нет. И, наконец, у предела зачатия новой души Неизведанных сил Душу сражает, как громом проклятие, Творческий разум осилил, убил. Вникая в текст, читатель, как и сам текст, в часы мировое несущее, в час, когда потомственность сказывается, это только прошлое, прошлый опыт жизни и понимания. Возможности интерпретации – это когда гудят моей высокой тяги лирические провода, это грядущее, будущее понимание текста, будущее состояние сознания интерпретатора, паразита пространства, алкоголика версток. Оба они, понимание текста и состояние сознания, совпадают, потому что это его понимание, его полное и точное чувство головы с крыльями. Музыка надсадная, вздох всегда в отще, кончено, отстрадено, в газовом мешке воздуха, без компаса, ввысь, дитя в отца, час, когда потомственность сказывается. В твердь голов бестормозных, трахт и, как отсечь, полная оторванность темени от плеч сброшенных, беспочвенных грунт, гермес свои, полное и точное чувство головы с крыльями. Двух способов нет, один и прям, так пространством всосанный шпиль роняет храм, дня. Не в день, а из подваль, бок сквозь дичь и глушь, чувств, из лука выстрелом, ввысь, не в царство душ, в полное владычество лба предел, а силь, в час, когда готический храм нагонит шпиль собственный и вычислив всё, как горд и числ, в час, когда готический шпиль нагонит смысл собственный. Марина Цветаева, поэма воздуха Я бренная пена морская 31 мая 1912 года в Москве был открыт Музей изящных искусств. Кинохроника тех лет сохранила, как после церемонии государь Николай II с семьёй спускаются к автомобилю. В шитом золотом мундире почётного опекуна его сопровождает Иван Владимирович Цветаев, профессор, филолог, искусствовед, создатель и первый директор Музея имени императора Александра III при Московском императорском университете. 24 года тому назад у профессора не было ни денег, ни земли, ни дорогостоящих произведений искусств. Начинать нужно было с нуля, но ему, одержимому благородной идеей, всё удалось. Наш гигантский младший брат величали музей дочери Ивана Владимировича – Марина и Анастасия. Старшей Марине к тому времени было неполных двадцать лет, младшей Анастасии – восемнадцать. Обе читали стихи в унисон и принимали участие в студиях символистов. Аси Мы быстры и наготови, мы остры, В каждом жесте, в каждом взгляде, В каждом слове – две сестры. Своенравна наша ласка и тонка, Мы из старого Дамаска – два клинка, Прочь гумно и бремя хлеба, и валы, Мы, натянутые в небо – две стрелы, Мы одни на рынке мира – без греха, Мы из Вильяма Шекспира – два стиха. 11 июля 1913-го Во многом непонятны мы, дети рубежа, – говорил о своем поколении Андрей Белый. – Мы не конец века, не начало нового, А схватка столетий в душе. Мы ножницы между столетиями. Нас надо брать в проблеме ножниц, Сознавших. Ни в критериях старого, Ни в критериях нового нас не объяснишь. Андрей Белый на рубеже двух столетий. Обе сестры были замужем. Анастасия за студентом Борисом Трухачевым, Марина за студентом Историко-филологического факультета Сергеем Эфроновым. В августе того же года у Анастасии Родился сын Андрей, В сентябре у Марины дочь Ариады. Кто создан из камня, Кто создан из глины, А я серебрюсь и сверкаю, Мне дело измена, Мне имя Марина, Я бренная пена морская. Кто создан из глины, Кто создан из плоти, Тем гроб и надгробные плиты В купеле морской крещена И в полете своем непрестанно разбита. Сквозь каждое сердце, Сквозь каждые сети Пробьется мое своеволье. Меня, видишь, кудри беспутные эти, Земною не сделаешь солью. Дробясь о гранитные ваши колена, Я с каждой волной воскресаю. Да здравствует пена, Веселая пена, Высокая пена морская. 23 мая 1922 Обе последние видения королей Писали стихи. Марина уже выпустила книжку, Вечерний альбом И подготовила к печати вторую, Волшебный фонарь. Её поэтический дар Привлёк внимание Валерия Брюсова, Максимилиана Волошина, Николая Гумилёва. Марина Цветаева Внутренне талантлива, Внутренне своеобразна, Написал Николай Гумилёв В сдвоенном номере Аполлона за 1911 год, Номер 4.1. Пусть её книга посвящается Блестящей памяти Марии Башкирцевой. Эпиграф взят из Растана. Слово «мама» почти не сходит со страниц. Всё это наводит только на мысль О юности поэтессы, Что и подтверждается Её собственными строчками признания. Многое ново в этой книге. На вас смелая, Иногда чрезмерно интимность. Новые темы, например, Детская влюблённость. Ново-непосредственное Любование пустяками жизни. И, как и надо было думать, Здесь инстинктивно Угаданы все главнейшие Законы поэзии. Так что эта книга Не только милая книга Девических признаний, Но и книга прекрасных стихов. Письма о русской поэзии. Декабрьская сказка Мы слишком молоды, Чтобы простить тому, Кто в нас развеял чары. Но чтоб о нём ушедшем не грусти, Мы слишком стары. Был замок розовый, Как зимняя заря, Как мир большой, Как ветер древний. Мы были дочери Почти царя, Почти царевны. Отец волшебник был Седой и злой, Мы, рассердясь, Его сковали, По вечерам, Склоняясь над золой, Мы колдовали. Оленя быстрого Из рога пили кровь, Сердца разглядывали в лупы, А тот, кто верить мог, Что есть любовь, Казался глупым. Однажды вечером Пришёл из тьмы Печальный принц В одежде серой. Он говорил без веры, Ах, а мы понимали с верой. Рассвет декабрьский Глядел в окно, Олели робким светом дали, Ему спалось, И было всё равно, Что мы страдали. Мы слишком молоды, Чтобы забыть того, Кто в нас развеял чары, Но чтоб опять Так нежно полюбить, Мы слишком стары. В номере втором Русской мысли за 1911 год Статье под названием Новые сборники стихов Мэтр символизма Валерий Яковлевич Брюсов сообщал Довольно резкую Противоположность Илье Эренбургу Представляет Марина Цветаева. Эренбург постоянно вращается В условном мире, Созданном им самим В мире рыцарей, капелланов, Трубадуров, турниров, Охотнее говорить не о тех чувствах, Которые действительно пережил, Но о тех, Которые ему хотелось бы пережить. Стихи Марины Цветаевой, Напротив, Всегда отправляются От какого-нибудь реального факта, От чего-нибудь действительно пережитого. Не боясь вводить В поэзию повседневность, Она берет непосредственно Черты жизни, И это придает ее стихам Жуткую интимность. Когда читаешь ее книгу, Минутами становится неловко, Словно заглянул Нескромно Через полузакрытое окно В чужую квартиру И подсмотрел сцену, Видеть которую Не должны были Посторонними. Однако Эта непосредственность, Привлекательная В более удачных пьесах, Переходит на многих страницах Толстого сборника В какую-то домашность. Получаются уже Не поэтические создания Плохие или хорошие И другой вопрос, Но просто страницы Личного дневника И при том страницы Довольно пресные. Последняя Объясняется Молодостью автора, Который несколько раз Указывает На свой возраст. Покуда Вся жизнь Как книга Для меня Говорит В одном месте Марина Цветаева, В другом Она свой стих Определяет Эпитетом Не взрослый, Еще где-то Прямо Говорит О своих Восемнадцати Годах Эти признания Обезоруживают Критику Но если В следующих книгах Госпожи Цветаевой Вновь появятся Те же Ее любимые герои Мама Володя Сережа Маленькая Аня Маленькая Валенька И те же Любимые места Действия Темная гостиная Растаявший каток Столовая Четыре раза в день Оживленный Арбат И тому подобное Мы будем надеяться Что они станут Синтетическими Образами Символами Общечеловеческого А не просто Беглыми портретами Родных И знакомых И воспоминаниями О своей квартире Мы будем Так же ждать Что поэт Найдет В своей душе Чувства Более острые Чем те милые Кустяки Которые Занимают Так много места В вечернем альбоме И мысли Более нужные Чем повторение Старой истины Надменность Фарисея Ненавистна Несомненно Талантливая Марина Цветаева Может дать нам Настоящую Как кажется Пишет стихи Растратит Все свое Дарование На ненужные Хотя бы Изящные Безделушки Валерий Брюсов Стихи 1911 Года Похвальные Напутствия Метро-символизма Между тем Что они Могли Значить Для Отраковицы Только что Обредшей Поэтический Голос Её Вечерний Альбом Так Чувствуется В кровь Брюсов Брюсов Улыбнись Моё Окно Иль Кшутам Меня Причисли Не Изменишь Все равно Острых Чувств И Нужных Мыслей Мне От Бога Не Не Примированный Щенок Ильфо Ашакен Данэ Сон Жужу Эдмон Растан Каждому нужно дать его икрушку Был сочельник 1911 года, московский, метельный, со звёздами в глазах и на глазах. Утром того дня я узнала от Сергея Яковлевича Эфрона, за которого вскоре вышла замуж, что брюска была на глазах. Брюсовам явлен конкурс на следующие две строки Пушкина. Но Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах. Вот бы вам взять приз. Забавно. Представляю себе умиление Брюсова. Допустим, что Брюсов в Сальери. Знаете, кто его мотал? Вальмонд? Пушкин. Приз, данный мне Брюсовым за стихи, предоставленный в последний час последнего дня, предельный срок был сочельник. Идея была соблазнительной. Но стих на тему, стих по заказу, стих по мановению Брюсова и второй камень преткновения острейший. Я совсем не знала, кто Эдмонда. Мужчина или женщина, друг или подруга. Если родительный падеж – кого, чего, то Эдмонд выходил мужчиной. И Дженни его не покинет. Если же именительный падеж – кто, что, то Эдмонда – женщина и не покинет свою подругу Дженни. Камень устранился легко. Кто-то, рассмеявшись и не поверив моему невежеству, раскрыл мне Пушкина на пире во время чумы и удостоверил мужественность Эдмонда. Но время было упущено. Над Москвой, в звездах и хлопьях, оползался черник. К темноте, перед самым зажжением елок, я стояла на углу Арбатской площади и передавала седому посыленному в красной шапке конверт, которому еще конверт, которому еще конверт. На внешнем был адрес Брюсова, на втором – со стихами – девиз. Конкурс был тайный, с обнаружением автора лишь по присуждении приза. На третьем – тот же девиз, с пометкой «Имя и адрес». Нечто вроде «Море океана», «Острова Буяна» и «Кащеевой смерти» к яйце. Письмецо я Брюсову посылала на дом, на цветной бульвар, в виде подарка на елку. Каков же был девиз? Из Растана, конечно. Или фуа шакен донесон жужуэт монхастан. Каков же был стих? Не на тему, конечно. Стих, написанный вовсе не на Эдмонда. За полгода до своему Эдмонду, стих не только не на тему, а обратный ей и обратностью своей подошедший. Вот он. Но Эдмонда не покинет Дженни даже в небесах. Воспоминанье слишком давит плечи. Я о земном заплачу и в раю. Я старых слов при нашей новой встрече не утаю. Где сонмы ангелов летают стройно, где арфы, лилии и детский хор, где всё покой, я буду беспокойно ловить твой взор. Виденья райские с усмешкой провожая, одна в кругу невинно строгих дев, я буду петь земная и чужая земной напек. Воспоминанье слишком давит плечи. Настанет миг, я слёз не утаю. Ни здесь, ни там, нигде не надо встречи. И не для встреч проснёмся мы в раю. Стих этот я взяла из уже набиравшегося тогда волшебного фонаря, вышедшего раньше, в выдаче, но уже после присуждения премии. С месяц спустя я только что вышла замуж. Как-то заходим с мужем к издателю Кожебаткину. Поздравляю вас, Марина Ивановна. Я думаю о замужестве. Спасибо. Вы взяли первый приз, но Брюсов, узнав, что это вы, решил вам за молодостью присудить первый из двух вторых. Я рассмеялась. Получать призы нужно было в обществе свободной эстетики. Подробности стёрлись. Помню только, что когда Брюсов объявил. Первого не получил никто. Первый же из двух вторых – госпожа Цветаева. По залу прошло недоумение, а по моему лицу усмешка. Затем читались, кажется Брюсовым же, стихи. После премированных Ходосевич Рафалович я удостоившиеся одобрения не помню чьи. Выдача самих призов производилась не на эстраде, а у входного столика, за которым что-то вписывала и выписывала милая, застенчивая, всегда все по возможности сглаживавшая и так выигрывавшая на фоне брюсовской жесткости жена его Жанна Матвеевна. Приз, именно золотой жетон с чёрным пегасом, непосредственно Брюсовым, из руки в руки, вручом. Хотя не в рукопожатии, но руки встретились. И я, продевая его сквозь цепочку браслета, громко и весело. Значит, я теперь примированный щенок? Ответный смех залы и добрая, внезапная, волчья улыбка Брюсова. Улыбка – условность. Просто внезапное обнаружение и такое же исчезновение зубов. Не улыбка? Улыбка. Только не наша. Волчья. Оскал. Осклав. Ощер. Тут я впервые догадалась, что Брюсов – волк. Марина Цветаева – герой труда. Валерию Яковлевичу Брюсову Я забыла, что сердце вас только ночник, не звезда. Я забыла об этом, что поэзия ваша из книг и зависть и критика. Ранний старик вы опять мне на миг показались великим поэтом. В 1912-е Первым приветил юное дарование странник вечный в пути бесконечном Максимилиан Волошин. В декабре 1910 года в газете «Утро России» появилась его статья «Женская поэзия» с сопоставлением стихов семнадцатилетней московской гимназистки с творчеством известных в то время поэтесс «Любовь столицы», «Адалаиды Герцик» и других. Верх одержала гимназистка. Невзрослый стих Марины Цветаевой, иногда неуверенный в себе и ломающийся, как детский голос, умеет передать оттенки, недоступные стиху более взрослому. Чувствуешь, что этому невзрослому стиху доступно многое, о чем нам, взрослым, мечтать нечего. Вся статья, вспоминала Марина Цветаева, самый беззаветный гимн женскому творчеству из семнадцатилетия. Женщина сама не творит языка, и поэтому в те эпохи, когда идет творчество элементов речи, она безмолвствует. Но когда язык создан, она может выразить на нем и найти слова для оттенков менее уловимых, чем способен на это мужчина. Женская лирика глубже, но она менее индивидуальна. Это гораздо больше лирика рода, а не лирика личности. Значительность поэзии, названных мною поэтесс, придает то, что каждая из них говорит не только за самую себя, но и за великое множество женщин. Каждая является голосом одного из погодных течений, одухотворяющих стихию женского, голосом женственной глубины. Максимилиан Волошин. Женская поэзия. В свой первый визит в трехпрудный переулок, в Светаеву, Макс попросил Марину снять чипец и очки. Художник. Ему не терпелось видеть форму головы. Голова, ведь это у поэта, главное. Моим стихам, написанным так рано, что и не знала я, что я поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшимся, как маленькие черти, в святилище, где сон эфемиам, моим стихам о юности и смерти, нечитанным стихам, разбросанным в пыли по магазинам, где их никто не брал и не берет, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. 13 мая 1913. Октябрь. Потом была беседа о Париже, Растане, Наполеоне Первом, Втором, царе Бернард. Они ведь жили этим. А Бадлера вы никогда не любили? А Артюра Рымбо знаете? Знаю. Не любила. Никогда не буду любить. Люблю только Растана и Наполеона Первого, и Наполеона Второго. И какое горе, что я не мужчина и не тогда жила, чтобы пойти с Первым на Святую Елену и с Вторым в Шенбрун. А вы знаете, сколько мы с вами пробеседовали? Пять часов. Я пришел в два, а теперь семь. Я скоро опять приду. Корабейник идей уходит. Пустая передняя, скрип парадного, скрип мостков под шагами, калитка. «Когда вы любите человека», — расскажет она в современных записках «Париж 1933 год». Вам всегда хочется, чтобы он ушел, чтобы о нем помечтать. Живое о живом. Через день письмо открываю. Стихи. К вам душа так радостно влекома. О, какая веет благодать от страниц вечернего альбома. Почему альбом, а не тетрадь? Отчего скрывает чеп-чеп черный, чистый лоб, а на глазах очки? Я отметил только взгляд покорный и младенческий овал щеки. Я лежу сегодня в неврологии. Боль, как тихая виолончель. Ваших слов касания благие. И стихи крылатый взмах качель убаюкивают боль. Скитальцы, мы живем для трепета тоски, Чьи прохладно-ласковые пальцы в темноте мне трогают виски. Ваша книга – это весть оттуда, утренняя благостная весть. Я давно уж не приемлю чудо, но, как сладко слышит, чудо есть. Разрываясь от восторга, первые хорошие стихи за жизнь посвящали много, но плохие. И только с большим трудом забирая в себя улыбку, домашнюю, конечно, ни слова, К концу дня иду к своей единственной приятельнице, старшей меня на двадцать лет, И которой я уже, естественно, рассказала первую встречу. Еще в передней молча протягиваю стихи. Читаю. К вам душа так радостно влекома, О, какая веет благодать от страницы вечернего дома, Почему альбом, а не тетрадь? Прерывая. Почему альбом? На это вы ему ответите, Что в тетрадку вы пишете в гимназии, А в альбом дома. У нас в Смольном у всех были альбомы для стихов. Почему скрывает чепчик черный, Чистый лоб и на глазах очки? А вот, видите, он тоже заметил. И действительно странно, Такая молодая девушка и вдруг в чепце. Впрочем, бритая было бы еще хуже. И эти ужасные очки. Я всегда вам говорил. Я отметил только взгляд покорный, Младенческие овалщики. А вот это очень хорошо, младенческие. То есть на редкость младенческие. Я лежу сегодня в неврологии, Я боль, как тихая, говорила мчать. Ваших слов касания благоеи, Из тихий крылатый взмах качели, В бою и клюкболь, С китайцем мы живем для трепета тоски. Да, ну вот именно для трепета тоски. И вдруг от слога к слогу Все более и более обрачневая И на последнем как туче. Чьи прохладно-ласковые пальцы В темноте мне трогают виски. Ну вот, видите, пальцы. Фу, какая гадость! Я говорю вам, он просто пользуется, Что вашего отца нет дома. Это всегда так начинается. Пальцы! Мой друг, верните ему это письмо С подчеркнутыми строками И припишите. Я из порядочного дома и вообще. Он все-таки должен знать, Что вы дочь вашего отца. Вот что значит расти без матери? А вы, заминка, Может быть, действительно От избытка чувств полной невинности Погладили его по виску? Предупреждаю вас, Что они этого совсем не понимают, Совсем не так понимают. Но, во-первых, я его не гладил, А во-вторых, если бы даже Он поэт, тем хуже. У меня тоже был влюблен один поэт, Так его пришлось Юлию Сергеевичу Сбросить с лестницы. Так и ушла с этим неюзным видением Будущего массивного Максимилиана Волошина, Летящего с нашей узкой, Мезонимной лестницы К нам же в залу. Марина Цветаева, живое, оживое. Кошки! Максу Волошину! Они приходят к нам, Когда у нас в глазах не видно боли, Но боль пришла, и в нету боли, В кошачьем сердце нет стыда. Смешно! Не правда ли, поэт, Их обучать домашней роли? Они бегут от рабской доли, В кошачьем сердце рабства нет. Как ни мани, как ни зови, Как ни балуй в уютной холи, Единый миг, а не на воле, В кошачьем сердце нет любви. Голос – самое пленительное И неуловимое в человеке, Считал Максимилиан Волошин. Голос – это внутренний слепок души. У каждой души есть свой основной тон, А у голоса – основная интонация. Неуловимость этой интонации, Невозможность ее ухватить, Закрепить, описать, Составляют обаяние голоса. В поэзии Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Осипа Вандельштама, Софи Парнок Признавал зевсоподобный гигант Коктебеля Слияние стиха и голоса Зазвучало непринужденно и свободно. В их стихах все стало голосом, Все их обаяние только в голосе. Почти все равно, Какие слова будут они произносить, Так хочется прислушиваться К самым звукам их голосов, Настолько свежих и новых Своей интимности. Максимилиан Волошин, Голосопаев Коктебели в доме Волошина Цветаева гостила В 1911, 13, 15 И 17 Годах. Стихи из новой книги Стихов Вёрсты, Так не похожие на ее первые Полуденские книги, Звучали в его ушах Задолго до выхода Их Свет В 1922. 15 Марина Цветаева То голос разумного дитя, То мальчишески ломающийся и дерзко, То с глубоко национальными И длинными бабними нотами. Максимилиан Волошин, Голосопаев И вот, навьючив на верблюжий горб, На добрый, стопудовую заботу Отправимся, верблюд смирен и горб, Справлять неисправимую работу. Под темной тяжестью верблюжих тел Мечтать о Ниле, радоваться луже, Как господин и как господь велел Нести свой крест по Божьему, по верблюжьему. И будут в заре ли пустынных зорь Горбы болеть, купцы гадать, Откуда какая-то вдруг напала хворь На доброго покорного верблюда, Но ни единым взглядом не моля Вперед, вперед с сожженными губами, Пока обетованная земля Большим горбом не встанет над горбами. 14 сентября 1917 В августе 1909 с переводчиком Бадлера, Страстным символистом, Разбросанным поэтом, Львому Львовичем Кобылинским, Элисом, случился инцидент. Его поймали с поличным, Вырезанием страниц из библиотечных книг. Что это были за книги И что из них вырезал Элис, Любитель морать поля дождем Восклицательных знаков И карандашными вставками. Его друг из подвижника Андрей Белый Описывал так. Он испортил вырезками Страницу в моей книге Северная симфония И страницу в моей же книге Кубок метель. Служитель музея случайно увидел, Как он вырезывал. И когда ушел Элис, По обычаю оставляя портфель работы Со всеми вырезками, То служитель отнес портфель К заведующему читальным залом, Фанатику-книгоману Кваскову. Элису сделали строжайшие выгоды. Конечно, за неряшество, А не за воровство. И лишили права его работать в музее. Квасков с возмущением Рассказывал об этом факте. Пронюхал какой-то газетчик. Враги весов вздули до ужаса инцидент. Неряшество окрестили именем кражи. Можно было подумать, читая газеты, Что Элис годами систематически Выкрадывал ценные рукописи. Министр Кассо, Прочитав заметку о краже в музее, Воспользовался этим случаем, Чтобы спихнуть с места директора, Профессора Цветаева. У них были счеты. Он требовал дать делу ход. Теперь о Цветаеве. Этот последний питал К Элису ненависть. Элис являлся почти каждый день На квартиру его проповедовать Марине и Асе, Его дочерям, символизм. И папаша был в ужасе От влияния этого декадента на них. Тем более, что они развивали Ливейшие устремления для этого Костного Октябриста. Они называли себя тогда Анархистками. В представлении профессора Элис питал их тенденцией Ни в грош не ставить папашу. С другой стороны, Дама, которую папаша влюбился по уши, Была влюблена в Элису. И здесь и там торчал На дороге профессора декадента. Оскорбление свое он и выместил Как директор Румянцевского музея. И кроме всего, Он желал выкрутиться Перед его нелюбившим министром. Он потребовал строжайшего расследования С тенденцией обменить Элису. Результат осмотра книг, Читанных Элисом в музее За многие годы, Был убийственным для Цветаева. Кроме двух страниц, Вырезанных из симфонии На виду услужителей С оставлением им на руки Своего портфеля Вместо того, чтобы унести портфель Суворованным. Никаких следов воровства, Которого и в замысле не было. Элисуль воровать, Когда его обворовывали Редакцией нищенским гонораром, Когда он всю жизнь Обворовывал сам себя Отдаванием первому встречному Своего гонорара И после сидел без обеда. Пришлось же позднее Нилендеру Отнимать у Элиса деньги, Чтобы их ему Сохранить на обеде. И этого человека Маститый профессор Цветаев Хотел объявить злостным вором. Личная месть И угодничество перед косо, От которого разбегались В ужасе и умеренные профессора, Превратили седого профессора В косвенного Участника клеветы. Пока над Элисом Разражалась беда, Комиссия по расследованию Преступления Сурово молчала, Укрепляя мысли многих о том, Что материал к обвинению Должно быть есть. На Элиса рушились И личные счеты Министр Цветаевым, И ненависть последнего, И ненависть почти всех писателей За лесовские манифесты. Оповещение о воровстве Печаталось на первой странице. Оно облетело в два дня Десятки провинциальных газет, А опровержения не печатались. Через два месяца Постановление Тритейского суда, Снявшего с Элиса клевету, Было напечатано пютитом На четвертой странице Русских ведомостей И осталось Неперепечатанным Другими газетами. И тот факт, Что судебное следствие Прекратило дело об Элисе Вслед за следствием Музейной комиссии, И тот факт, Что тритейские судьи Муромцев, Лопатин и Малянтович Признали Элиса В воровстве невиновным, Не изменили мнение. Казнили не вора, Сотрудника журнала «Весы». Не забуду дней, Проведенных в Москве. Я с неделю метался От Петровского Скульптору Крахту, От Крахта К Полякову, Весы, Из весов Музей, Оттуда К Элису, К Шпету, К Астрову. Элиса ежедневно Таскали наследствие, В комиссию при музее, А элемент, Мною названный Обозную сволочью, Неистовствовал Во всех российских газетах, Взмывая К низменным инстинктам Падкой до сенсации толпы Годючий лозунг. Все они таковы. Раздавался Чуть ли не на улице, Где сотрудников весов Ели глазами. Передо мною Вставала картина толпы, Убивающей верщагина. Война и мир. Нас прямо ставили Вне закона. Особенно тогда, Когда закон Дело прекратил, А где-нибудь в Харькове, Киеве и так далее, Продолжали писать Элис, Вор. Андрей Белый Между двух Революций. Стихи о Москве Москва, Какой огромный, Странноприимный дом, Всяк на Руси Бездомный, Мы все к тебе придем. Клеймо позорит плечи, За голенищем нож, Издалека, Далечи Ты все же позовешь. На каторжные клейма, На всякую болезнь Младенец Пантелейман У нас целитель есть. А вон за тою дверцей, Куда народ валит, Там иверское сердце Червонное горит. И льется Аллилуйя На смуглые поля, Я в грудь тебя целую, Московская земля. 8 июля 1916-го, Казанская. Тогда, Летом 1909-го, Марина училась на курсах Французской литературы в Париже. Она еще только начинала Жить так, как пишу, Образцово и сжато, Как Бог повелел, И друзья не велят. Элису, первому в ее жизни поэту, Приходили письма. Париж, 22 июня 1999-го года. Милый Лев Львович, У меня сегодня под подушкой Были Эгелеон и ваши письма. А сны о Наполеоне и о маме. Этот сон о маме И я и хочу вам рассказать. Мы встретились с ней На одной из шумных улиц Парижа. Я шла с Асей. Мама была, как всегда, Как за год до смерти, Немножко бледная, Слишком темными глазами, Улыбающаяся. Я так ясно теперь помню ее лицо. Стали говорить. Я так рада была встретить ее Именно в Париже, Где особенно грустно было всегда одной. О, мама, говорила я, Когда я смотрю на элисейские поля, Мне так грустно, так грустно. И рукой как будто загораживаюсь от солнца. А на самом деле не хотела, Чтобы Ася увидела мои слезы. Потом я стала упрашивать ее Познакомиться с Лидией Александровной. Больше всех на свете, мама, Я люблю тебя, Лидию Александровну и Элисы. А Асю мелькнуло у меня в голове. Нет, Асю не нужно. Да, у Лидии Александровны Ведь кажется воспаление Слепой кишки, сказала мама. Какая ты, мама, красивая, В восторге говорила я. Как жаль, что я не на тебя похожа. Она хотела сказать папу, Но побоялась, Что мама обидится и докончила Неизвестно кого. Я так горжусь тобой. Ну вот, засмеялась она, Я так красивая, Особенно с заострившимся носом. Тут только я вспомнил, Что мама умерла, Но нисколько не испугалась. Мама, сделай так, Чтобы мы встретились с тобой на улице, Хоть на минутку, но мама же. Этого нельзя, грустно, Ответила она. Но если иногда увидишь Что-нибудь хорошее, странное На улице или дома, Помни, что это я или от меня. Тут она исчезла. Сколько времени прошло, я не знаю. Снова шумная улица, Автомобили, трамваи, Кэбы, экипажи, Говор, шум, масса народа. Вдруг я чувствую, Что за мной кто-то гонится. Мама? Нет. Но я боюсь, значит, не она. Что-то белое настигает меня, Хватает и души. Перехожу через улицу. Прямо на меня трамвай. Я ухожу с рельс. Иду в противоположную сторону, А трамвай за мной. Освободившись, наконец, от него, Вижу насторожившийся автомобиль, Выжидающий, куда я двину, Чтобы кинуться за мной. Тут я начинаю понимать, Что что-то здесь неладно. Я вижу, что кто-то узнал наш с мамой уговор И хочет меня наставить против мамы, Хочет, чтобы я, напуганная Преследованием вещей И неприятными неожиданностями, Наконец сказала, оставь меня в покое. Я поняла также, что мама Бессильно предупредит меня И теперь мучается. Перехожу на другой тротуар, вечерей. Около стены с афишами Стоят трое людей. Маленькая старушонка, ребенок и старик. Я начинаю говорить о маме, Но старуха ничего не понимает, не слышит. Я начинаю думать, что мне только кажется, Будто я говорю, Вдруг я стою переднейшей, велю губами. Как только я это подумала, Мне стало ясно, почему она меня не слышит. Но все же я продолжала мысленно мою фразу, Которая кончалась словами «Уничтожить». Моя старуха в то же мгновение Вынимает из кармана мил И пишет на стене «Уничтожить», То есть, не произнесенное мною слово. Тогда я начинаю расспрашивать ее. Вы знали маму? Вы любили ее? Подлинненькая она была, Прилипчивая, Шипит старушонка. Голубка моя, Верь мне. В ее шепоте что-то заискивающее, Хитрое и вместе с тем робкое. Тогда я обращаюсь к стоящей за мной барышне, Высокой, В голубом платье И пенсне, И упавшим голосом спрашиваю «А что думаете о маме вы?» У нее было очень много книг, Оттого ей все завидуют, Неопределенно отвечает барышня. «Мама была прямая, как веревка, Натянутая на лук», Кричу я звенящим и задыхающимся От негодования и огромного усилия голосом. «Она была слишком прямая, Согнутый лук был слишком согнут, И, выпрямляясь, разорвал ее». Марина Цветаева. Письмо. Прыжками через три ступени Взбегаем лесенкой крутой, Нашми за ним Всегда весенний и золотой, Где невозможный беспорядок, Где точно разразился гром, Над этим ворохом тетрадок Еще с пером. Над этим полчищем шарманок, Картонных кукол и зверей, Полуобгрызанных баранок, Календарей, Неописуемых коробок С вещами не на всякий вкус, Пустых флакончиков без пробок, Стеклянных буз, Чьи ослепительные грозди Кленкянт и Клятант-Граб, Звеня опутывают гвозди Для наших шляп. Садимся, смотрим, Знаем, любим И чуем, не спуская глаз, Что за него себя погубит, А он за нас. Вас, как уна, в огне им вмыли, Вот мы, лови, когда не лень, Мы говорим о том, Как жили вчерашний день, О том, как бегали по зале Сегодня ночью при луне, И что и как ему сказали Потом во сне, И как ему же в абстазе За наш непокоримый дух Начальство наших двух гимназий Нас гонит вы. Как никогда не выйдем замуж, Так и останемся втроём, О, никогда не выйдем замуж, Скорей умрём. Как жизнь уже давным-давно нам Сукно и горное, И в ад, За Иоанном в рай, За Дона, Жоан, Ват. Марина Цветаева, Чародей Благодаря Элису Марина Цветаева вошла В литературные круги Москвы. Встречи с ними она описала Позднее в поэме Чародей 1914 год. Однако после инцидента С библиотечными книгами Отец запретил разбросанному поэту Появляться в его доме. Может быть, папа на несколько дней Уедет в Петербург, Если это будет, Известим вас. Профессор Цветаев, Сын бедного сельского священника, Учившийся при Лучине, Приобретал для музея Изящных искусств Коллекции египтолога Голенищева И занимался их перевозкой В Москву. Дочери Марина и Ася По отъезду его встречались С какими-то очень странными Молодыми людьми. Почему они не удосужились Закончить хотя бы Гимназический курс обучения? В семейной жизни не удалось. Зато удалось Служение Родины, Скажет он в самый разгар Торжеств По случаю открытия музея Ныне носящего имя Александра Сергеевича Пушкина. От казенной квартиры, Положенной ему как директору, Он отказался И сделал из нее Четыре квартиры Для мелких служащих. Так и остались они В современности. Иван Владимирович Цветаев Дух музея, Фабрикант-меценат Нечаев Мальцов Тело музея. Умер Цветаев через год, Не завершив научный труд О храмах Древнего Рима, Но оставив в Москве музей, А России Марину. Стихи о Москве Красной кистью Рябина зажглась, Падали листья, Я родилась, Спорили сотни колоколов, День был субботный, Иоанн Богослов. Мне и до ныне хочется грызть Жаркой рябины Горькую кисть. 16 августа 1916 Субботник. Субботник. Продолжение следует...